Первый вопрос касается, достаточно простой, исходя из того графика, который представили организаторы программы, порядка 1600-1700 гривен человек должен будет платить за однокомнатную квартиру. Как вы считаете, если это намного превышает прожиточный минимум, в состоянии ли человек будет оплачивать такие коммунальные услуги? Николай, сразу уточняю еще раз, платить будут больше, это только цена за отопление и горячую воду? Это первый вопрос. Второе, в отношении субсидий. Вы сказали о том, что предусмотрено порядка 35 миллиардов гривен. По экспертным оценкам, в связи с теми изменениями и повышениями, которые вы делаете, необходимость бюджетных ассигнований составит порядка 70 миллиардов гривен. И есть достаточно, опять же, по экспертным оценкам, достаточно большая опасность того, что в связи с тем, что государству нет куда взять или оно не хочет брать эту разницу, то планируется существенное сокращение тех слоев населения, которые будут под эту субсидию подпадать. Продолжение следует...